Так, девочки, всем привет! Хочу показать кое-какие покупочки. Егор пришел, забрал с Валберес. И сейчас я вам покажу. Только телефон на старый штатив поставлю. Дай мне вот там под косметичкой штатив лежит. Сейчас я вам покажу его сначала, да. Я сейчас снимаю вот на такой штатив, потому что у меня девочки все сломали мои штативы. Вот он самый, ой, извините, простой. Он такой вот тут крепится телефон и ножка выдвигается. Вот так вот делается тренога. Ну вот я пока на него снимаю. Но сегодня заказалась я вот такой штатив. Сейчас установлю телефонный штатив и дальше вам покажу. Так, ну что, девочки, давайте сначала не со штатива начнем, а вот с этого. Помните, я видео вам показывала, мужа заказала стельки. Я решила Егору тоже в обувь заказать такие же стельки. Они еще по скидке были. Причем больше, чем папе я брала, скидка получилась. Егорки я дешевле взяла. Ну вот сам, вот такие вот стельки. Стельки, они объемные, тут как помните. Мягенькие. Егор под свою обувь будет подрезать. Ну вот такие вот стелечки. Очень классные. Егорка обязательно их попробует. И штатив заказала вот такой вот. Увидела у кого-то обзор на такой штатив. Мне показалось, удобно будет на столе ставить и снимать вам какие-нибудь обзорчики. Дай Егор ножницы, пожалуйста, вон лежат. Мне приходится сейчас, вот которым я на штативе установила, закрепить его ногами. Потому что иначе он падает. И вот которые распаковки я снимала вам, я всегда их закрепляла ногами. Это пипец как неудобно. Так, достаем. Ну это для телефона держателя. Оно вот так раздвигается в обе стороны. Тут фиксируется. Сейчас все сделаем, соберем с вами. Дальше трубочка такая. Это где сам телефон фиксируется, держится то и за что. И вот такая, кстати, подложка очень тяжелая, классно. Она будет устойчивая. Давайте сейчас мы его с вами соберем. Так, все поняла. Я подняла вас повыше, чтобы показать, что у меня получилось. Вот такой вот, ребята, у меня штатив получился высотой. Его можно хоть так. Если захотите, можете вот так вот телефон делать. Ну вот будете, например, вы обзоры снимать, да? То вот, пожалуйста, можете так телефон. Тут будет так. Можно вот так телефон сделать. Короче, как мне кажется, должен быть очень удобный. Испытаю. Потом в следующих видео вам скажу, как и что он. Дальше. Егорка, подвинь мне пакет. Егор у нас тут закончился освежитель воздуха. Покупил вот такой вот Эрвик. Сменный блокон. Нежные цветы. Любой делал. Ну. Вот этот. Ну, на аромат так себе сказала. Я больше люблю фруктовые. Яблоко там, например, зеленые или еще какие-нибудь. То больше их люблю. Дальше. Попросил его мороженку купить. С белым шоколадом. С белым шоколадом. Я что-то так захотела мороженку. Давно не ела, боюсь, потому что. И попросила с белым шоколадом. Ну, Егор, конечно, очень маленькую мороженую купил. И с шоколадной крошкой. Я с шоколадной крошкой до чертиков не люблю. Тем более с темным шоколадом. Он будет сам есть. Вот такой вот пломбир. Тут 400 грамм. С шоколадной крошкой от корона из кореновки. Коровка из кореновки. Производство на Кубани. Вот такое вот мороженое. Дальше. В магазине Гритакция была на Чебупели. Один плюс один. Почем они, Егор? А ты чек-то не брал? Там. Там где-то в пакете чек. Ой, порвала чек, девочки. Так, Чебупели. Один плюс один. Он уже как-то брал. Ой, извиняйте, я вас уронила. Один плюс один. 199, вроде. Да? Или 200, какого-то? А, 199,80. И он взял две коробки. За две пачки. Это вот 199,80. Они... Сейчас, подождите. Как-то телефон постараюсь установить, чтобы не падал. Вот такие вот. Ну, многие, наверное, брали, знают. Мы не такие, да, в тот раз пробовали? Мы другие пробовали. Он покупал как-то себе тоже. Когда я приехала, были другие. Ты какие тогда брал? Бульмени? Нет. Чебупели? Нет. Чебупицы вот, или чебупели ты брал. Но там были меньше, а тут прям большие, такие треугольные. Ну, попробуем, посмотрим. Две минуты в микроволновке, они уже готовы. Вот такие вот две пачечки. И последняя покупка. Это я попросила молоко. Хочу сегодня с медом попить. Молоко с медом очень полезно. Вот такие вот, в целом, ребята, были покупочки. Не знаю, что вам снимать. Завтра мы идем с Егором на прием. Не знаю, что нам врачи скажут. Но надеемся, что порадуют. Я надеюсь, что они мне разрешат приступать на ногу. Очень этого жду. Очень хочу ногами ходить. Но в целом, желаю всем крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. И всем говорю, пока-пока. Пить? Смол? Угу. Нет. Я пытаюсь ее всеснять. А тебя не видно там. Я ее только хотела. Подожди. Тебе не лягится. Ты говоришь. Отдай. Отдай игрушку. Отдай, шабака, игрушку. Вот до чертиков любит мягкие игрушки. Прямо ей рада. Дай. Дай. Дай мне. Дай мне. Дай мне. Дай куклу маме. Дай сюда. Дай сюда. Скоро опять домой поедем. Будет там бегать во дворе играть с ребятками. Отдай. Отдай, говорю. Вот на прием сходим и поедем домой. И будет она там во дворе бегать. А Маша вам что-нибудь поснимает. Как она бегает во дворе. Это Маша и ей зайцы. Этого нашла среди старых игрушек. Она беда любит. У нее авокадо еще есть. Но она его порвала. Надо зашить его. И там вот на полу у нее целая куча игрушек. Любит беда играть. Но она еще молодая. Ей еще полгодика. И видео, кстати, вставлю. Как она с кошками дружит. Вы у меня все просите. Видео, как она с кошками дружит. Нынче Катюха лежала на койке. И засняла, как они бесились с Феликсом. Как они носились по квартире. Поэтому смотрите, если вам интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, хотела показать. Многие, говорят, подсказывали, чем мазать. Я пока сейчас обычным кремом ногу мажу. Вот я сейчас пришла с душа. Вот так вот выглядит у меня нога. Видно, откуда нога фиолетовая, где простая. Сейчас вот она отекшая, конечно. И цвет не очень такой красивый. Я даже не знаю, как по-другому вам показать, чтобы мне так засвечивалось. Я попробую вот так вот поставить и вот так показать. Вот она, видите. И сейчас буду смазывать кремом и обрабатывать ногу. После душа, после бани я всегда это делаю. И массаж делаю заодно ноги. Может, кто-то подскажет, как правильно массаж делать. Я поэтому и хочу вам показать. У меня после операции поначалу была очень страшная нога. То, что после того, как разрешили снять гипс, ортез одеть, она у меня очень сильно облазила нога. И очень было страшно. Сейчас уже намного лучше. Видите, откуда даже видно, где вот фиолетовая. Там это вот место операции. Вот так вот нога, а остальное фиолетовое становится. Но сейчас, хотя она не так фиолетовая, это я так сустав разрабатываю. Осаждила. Потому что задняя часть я не могу еще нормально, больно. Поэтому и переднюю вот так вверху. Это я видео на ютубе посмотрела. Кстати, там очень много видео таких вот, как разрабатывать ногу. И вот после того, как я вот так поглажу, видите, цвет ноги поменялся. Кровообращение, видимо, пошло. И цвет ноги меняется. Девчонки, подсказывайте или скидайте ссылку, как правильно массаж делать или что-то еще. Вот обычно я ступни и пальцы разминаю. Так вот каждый палец разминаешь, разминаешь. Ну, к пальцам уже нормально, как бы уже не так больно. Первые дни, когда мне разрешили шевелить, больно было пальцы вот так вот даже трубать, массировать. Я сейчас ногой стараюсь вот так вот массировать, сустав разрабатывать. Больно, конечно, но терпимо. И вот так вот, чтоб она в разные стороны могла нога крутиться. Без руки я так покрутить не смогу. Здоровую я ногу смогу, а вот больную не смогу. Я тут, видите, держу и рукой кручу. И вот так разрабатываю потихоньку. Вот она, отек 6, видите. Вот он, отек сильный. Ну, сейчас уже сегодня получше. Вчера был вообще сильный. А сегодня уже получше. Вот здесь отек и синяк остается. Видите, вот он, синяк идет в области всей операции. И это у меня стало, синяк появился после того, когда мне разрешили шевелить ногу, сустав разрабатывать. Вот после этого у меня вот этот вот синяк и появился. А так в целом. Более-менее.